Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как готовят лётные кадры для вертолётной авиации? Каковы условия проживания и обеспечения курсантов? И главное, какие перспективы открываются выпускникам? Об этом говорим сегодня. В нашей студии настоящий полковник, доцент кафедры по аэродинамике и динамике полёта филиала Центра ВВС Военно-Воздушной Академии имени Жуковского и Гагарина Пётр Васильев. Здравствуйте! Здравствуйте! Также старший преподаватель кафедры тактики и общегоенных дисциплин Владимир Лукьянов и курсанты первого и пятого курсов Егор и Владислав. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, Владимир Григорьевич, это действительно единственное в стране военно-учебное заведение, которое готовит лётные кадры для... Ну да, на сегодняшний момент это единственное в стране училище, которое готовит вертолётные кадры для всех силовых структур и ведомств нашей страны. Ну, Министерство обороны, Федеральные службы безопасности, Министерство внутренних дел, МЧС... И МЧС тоже? Да, и МЧС в том числе. Да, вот это... И ответственность с одной стороны, а с другой стороны, ну, надо же, единственное училище, которое готовит такие кадры. Ну, это, наверное, и хорошо. Ну, может быть, да. Что оно всё-таки у нас на Волге, да, в центре России. А в таком случае, из каких городов и регионов учатся у вас курсанты? Откуда приезжают? Или в основном из Сызрани, из Самарии? Да нет. География наших выпускников, ну, будем говорить, весь Советский Союз, да. Вся большая, необъятная наша Россия. Ну, понятно, что нет конкретно, да, что вот с этого города там больше всех выпускников, ну, курсантов у нас с другого там меньше. Ну, практически... Ну, вообще, традиционно, вот кто к вам едет? Ну, чтобы... Ну, традиционно, не хочу сказать, как сказал один из героев там фильма, да, сын вора должен быть вором, да, а сын лётчика должен быть лётчиком. Поэтому, ну, будем говорить, основная масса курсантов, конечно, курсанты, которые связаны или продолжают дело своих родителей, дедов, ну, или кто непосредственно связан, ну... В общем, независимо от того, где живут. Главное, чтобы продолжать династию. Да, где живут, то есть связанные с вертолётной авиацией. Не обязательно лётчики, да, бортовые техники, обеспечивающие персонал. Понятно. Егор, вы продолжаете династию? Никак нет. Ну, вот, исключение исправил. Я хотел вот туда поступить ещё с восьмого класса, и мы с папой решили, что я должен это сделать. Поступил, учусь, очень нравится. Да, и как... Какой отбор? Потому что, если это единственное училище в стране, наверное, конкурс большой, отбор серьёзный. Как всё это было? Конкурс большой, действительно. Нас в этом году было 900 человек, осталось 284. Вот. Были определённые этапы, то есть такие, как физподготовка. Заранее уже, да? Да, медосмотр и профтест. Вот эти три пункта нужно было пройти. Всё прошло. Ну, отлично. Без понятия, не доводит результат. О, ну надо же, вот засекреченное какое-то учреждение всё-таки. Скажите, пожалуйста, Пётр Викторович, а после скольких, даже не знаю, там, занятий, или, может быть, месяцев или лет теории, курсанты допускают к полётам? Как всё это выглядит? Ну, у нас принято, что на третьем курсе они переходят к изучению специальных предметов, конструкции вертолёта, двигателя, авиационного, радиоэлектронного оборудования, в общем, спецпредметы, которые допускают их к эксплуатации вертолёта, того или иного вертолёта. В частности, вот, они должны будут изучить первоначального вертолёта обучения «Ансад», Казанского вертолётного завода, хороший вертолёт, по практике его освоения, курсанты очень хорошо, потому что у него применена джорстиковая система управления, электрическая система управления. А дальше, и также у вас, знаю, программа идёт на вертолёте Ми-8, 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 МТ, вот эти две машины учебные, вот они на третьем курсе, на базе, значит, Сокола, аэродром Сокол, Саратов, они впервые поднимаются в воздух, именно после, на третьем курсе. Понятно. А как это всё происходит? Рядом сидит, наверное, всё-таки локотный, да? Не один он поднимается, заходит. Ну, перед этим, перед тем, как запустить его к полётам, кроме того, что он сдаст сессию, а на допуск, значит, по спецдисциплинам, плюс пройдёт тренажную подготовку, наземную подготовку. Очень много для того, чтобы оформление документации, на допуск сдаст зачёты, только после этого он допускается к полётам. Но только у вас, знаю, программа, которую, значит, он начинает, значит, осваивать, она составляет в пределах 15 часов. Если вот водителя сравниваете, то через 15 часов он должен взлететь самостоятельно на этом вертолёте. Это через 15 часов он уже начинает летать. Владислав, как это? Вы помните, наверное, как вы взлетели? Я помню и первый, и все предыдущие разы. Ну, это, что сказать, это реально... Вот с машиной есть какая-то схожесть? Или всё-таки разница есть? Нет, с машиной нет схожести. То есть на машине ездит почти каждый первый человек, наверное, на этой земле. А научиться летать на вертолёте – это не очень просто. Это сложнее, чем даже на том же самолёте. И чтобы приступить к полётам именно самостоятельно, то есть без инструктора, нужно приложить очень много усилий, как нужно быть теоретически подкованным, так и иметь какие-то практические навыки, какие-то знать нюансы и умело их применять на практике. Ой, вот у меня сразу возник вопрос. Почему на вертолёте сложнее, чем на самолёте? Вот кто сможет объяснить? Вот у Владислава такое впечатление создалось. Это действительно так? Ну... И в чём сложно? Вы знаете, объяснить можно проще. Вертолёт, если сравнить крылом на самолёте, и у нас тоже считается крылом, но у нас кроме того, что крыло на самолёте просто зафиксировано, а у нас он ещё и летит, и вращается. Это очень сложно. Поэтому, когда самолётчики садятся на вертолёты, говорят, как вы летаете? Как проще на самолётах летать? И не всегда, не всегда самолётчики осваивают вертолёты. А вот с вертолётов, которые люди на самолёт, прекрасно осваиваются. Потому что у нас требуется очень такая хорошая координация. Координация и педали, шаг и ручка, это всё должно координировано. Если нет координации, запаздывает курсант, долго он будет осваивать вертолёт. Координация должна быть на высоте. Самое главное качество. Вот поэтому самое главное качество – это координация. А где у вас аэродромы, и где вы учитесь летать? Учите, вернее. Аэродромы? Ну, аэродром у нас «Сокол», аэродром. Это вот первоначальное обучение. Плюс, значит, Сызрань, местный аэродром у нас на базе города Сызрань. Но когда они у вас, ну, программы завершают, они уже на старших курсах, вот, допустим, как Владислав, они уже летали в Сызрань. Вот, они переходят здесь и здесь выполняют полёты на местной базе. Здесь же и выпускаются. Вроде сейчас, значит, дополнительный аэродром, конечно, нехватка, то, что немножко сейчас курсантов больше и больше становится. Поэтому сейчас вот, может быть, в этом году подойдёт аэродром, откроют и будут летать, выполнять полёты с Пугачёвского аэродрома. Три аэродрома. И самое главное, когда у вас начнётся кампания, когда можно уже поступать в училище, и как к этому подготовиться? Что обязательно в первую очередь? Вот, Пётр Викторович сказал, координация. Нет координации сидеть дома. Во-первых, до 20 апреля молодые люди, которые изъявили желание поступать в училище, должны написать заявление, ну, или рапорт, как у нас в армии говорят, да, в инкомат, дабы оформить документы для поступления в училище. Для этого необходимо пройти медицинскую комиссию в районном военкомате, в областном военкомате. Потом, когда соберутся все документы, с 1 июля, да, у нас идёт приёмная комиссия по 30 июля. Основное, что поступающие в училище должны иметь, да, ЕГЭ по математике, физике и русскому языку. Это обязательно. Вот, математика профилирующий, как предмет. При прибытии в училище дополнительно абитуриенты сдают физическую подготовку. Это бег 3 километра, 100 метров и подтягивание. Медицинская комиссия и профессиональный отбор. Понятно. Владислав, ну вы-то продолжаете династию или тоже нет? Да, я продолжаю. У меня отец лётчик, только отец лётчик-истребитель. И когда мы выбирали, точнее, когда я выбирал, куда поступать, и советовался с отцом, он сказал, что это твоя дорога, поэтому решай, сам хочешь быть вертолётчиком, я буду только за, и я доволен своим выбором. Да, но вы уже в этом году заканчиваете, получается. Да, в этом. И что, какие у вас перспективы перед вами открываются? Перспектив много, только определиться сложно, куда ты хочешь. Но нужен ты будешь в любом случае и по всей России. С моей профессией. Ну тут главное, что нужно знать при поступлении, чтобы потом ты был востребован. То есть таких сомнений не может быть, да, что вот закончил и буду дома сидеть, или вот там ещё что-то там. Ну да, сейчас же... Опасений у таких. В принципе, вся политика нашего государства направлена на то, чтобы поддержать, развить и поддерживать вооружённые силы на достаточном уровне. Поэтому сейчас у нас, кроме того, что, ну, будем говорить, мы создаём новые авиационные части, у нас сейчас идёт достаточное количество новой авиационной техники. Новые МИ-28, К-52. То есть части получают современную авиационную технику, которая сейчас очень востребована. Техника есть, а летать на ней некому. Поэтому наши выпускники будут по-любому очень востребованы. Я так думаю, что каждый командир своей части ждёт сейчас выпускников с таким нетерпением. Да, поэтому Владислав определяет. Поэтому у них всё, все дороги открытые, всё зависит от них самих. Давайте посмотрим ролик, который вы нам любезно предоставили, чтобы увидеть, что представляет из себя училище на нынешний день. Ну а потом продолжим разговор. Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков образовано в 1940 году. За годы своего существования училище подготовлено более 18 тысяч лётчиков, 60 из которых стали героями Советского Союза и России. Выпускники Сызранского лётного несут службу во всех видах вооружённых сил, во всех уголках России. Профессия вертолётчика востребована во всех сферах деятельности. Выпускники Сызранского училища – Золотой фонд авиации Российской Федерации. Золотой фонд авиации. В нашем училище созданы великолепные условия для подготовки высококвалифицированных специалистов. Учебно-материальная база училища располагает новейшим тренажным комплексом. По последнему слову техники оборудованы аудитория и классы специальной подготовки. Профессорско-преподавательский состав имеет богатый опыт обучения пролапых защитников Родины. Большинство преподавателей имеют учёные степени и звания. Лётно-инструкторский состав проводит лётное обучение с большой эффективностью. Полёты начинаются на современных учебных вертолётах «Ансар» и «К-226», а заканчиваются на боевых вертолётах «Ми-24» и «Ми-8». Прямо с планиками Огни подаёт на стол И начинает жизнь опять Парлята учатся летать И просто спорить с весоной Ещё труднее быть и примерить В жизни человека есть много разных дорог. Но главная дорога в небо начинается в Сызрани. Выбрав профессию защитника Родины, военного вертолётчика, вы принимаете на себя обязательство быть честным и дисциплинированным курсантом, укреплять здоровье, хорошо учиться. Через пять лет ваш труд будет вознаграждён офицерскими погонами и профессией лётчика. Вы станете в один строй с Валерием Чкаловым, Юрием Гагарином И первым командующим армейской авиации, Героем Советского Союза, генерал-полковником Виталием Егоровичем Павловым. Сызранское высшее военное аляционное училище лётчиков приглашает на учёбу настоящих, смелых и преданных своей родине мужчин, будущих защитников воздушных рубежей России. А есть уже какие-то традиции у училища, которые есть только у вас? Ну, понятно, что вы и так единственные, и всё-таки вот чего вы придерживаетесь? Ну, традиции. У нас сейчас вот хорошая традиция стала у курсантов. Мне вот это нравится, традиция, когда они делают пятый курс, последний звонок. Здесь они, конечно... Как в школе. Дают, да. Получается. Как в школе тоже последний звонок. Такая хорошая традиция. И вот преподавательский состав как раз они показывают сценарий, и сцены там на вахтовом зале. Как их обучал преподавательский состав. Кто хорошо, кто какие-то выражения свои. То есть так сценирован. С юмором. С юмором. И очень хорошо вот этот вот последний звонок. Традиция. Ну, и традиция такая то, что всегда выпуски у нас происходят на площади, где гражданские. На площади имени Ленина, значит, перед драмтеатром. Всегда, да, где гражданские могут действительно своих детей привезти, посмотреть, что выпускается. Очередные соколята пойдут сейчас в воздух. Это красиво. Это очень красиво. Даже вот я вот вспоминаю свой выпуск, и вот Григорьевич даже вспоминает свой выпуск. Да, действительно, это прекрасно. Когда вот на площади столько народу. И здесь стоят... Но еще у нас существует определенная традиция. У нас выпускники собираются через 20 лет после выпуска. 25, 30, 35. Ух ты. Поэтому интересно прийти через определенное количество лет и посмотреть, что здесь было, а что стало. Ну, это все-таки такой вид деятельности, который требует формы хорошей, физической, потому что напряжение, да, ну, я думаю, что есть на работе. Как поддерживается и у курсантов, и в дальнейшем у вертолетчиков, вот физическая форма? Ну, вообще, ну, курсантов я пока сильно брать не буду, да, потому что у них это, как говорится, расписание, у них есть дисциплина, физическая подготовка, да, культура. То есть они, согласно расписанию, занимаются определенное количество часов в неделю. У офицерского состава, ну, возможность такая есть, да, у нас как бы положено тоже, ну, два дня в неделю мы занимаемся по два часа. Пожалуйста, занимайся, можешь идти в тренажный зал, но мы ходим, допустим, играем, у нас есть коллектив, в который мы играем футбол, поэтому тут как бы проблем никаких нет, занимайся. Вообще для рода деятельности, да, вертолетчика, физическая подготовка обязательно нужна, потому что, ну, хочешь не хочешь, до своего вертолета надо идти, а иногда и бежать. А иногда и бежать не просто нести, там, шлемофон, а одетым, там, ну, допустим, как я в военно-морском флоте служил, да, в авиации ВМФ, там надо бежать в морском спасательном костюме, ты космонавт, только на тебе ЗШ еще не одета, ты прибегаешь мокрый, а если ты будешь, как говорится, ну, недостаточно развит, добежав до вертолета и сев в чашку сидеть, да, да, там надо наоборот начинать. Какой полет уже, тут уже надо отдышаться, поэтому уровень физической подготовки необходимо вообще поддерживать. Вот Петр Викторович вот в отличной форме. Вообще я скажу так, что, ну, мужчина, да, он должен быть всегда физически под, себя поддерживать, а тем более летчик. А вообще о своем здоровье, о своем здоровье, вот он должен с курсантской скамьи так следить за своим здоровьем, чтобы хотя бы, хотя бы еще раз говорю, лет на 20 ему проходить все комиссии, которые по 4 раза в год он проходит эти комиссии, чтобы допускали его к полетам. А потому что без этого, без этого, естественно, все остановится. И его карьера остановится. Конечно. И другое. Самое главное для него, для него, это здоровый образ жизни. Никаких вот этих вредных привычек, все должно быть убрано с его. Здоровый образ жизни, подвижный образ жизни. Вот тогда он действительно принесет пользу государству, какую цену вложило в него государство, для того, чтобы его вырасти. А теперь он должен... Знаете, какой пример приведу, да? Вот я лейтенантом пришел в полк, да, и вот первое мое впечатление. Нас собрал командир полка, построил 8 человек, которые мы пришли. И он ничего не спросил, как вы закончили училище, как вы там туда-сюда, на каком типе собираетесь летать или хотите. Он спросил, каким... У каждого, каким видом спорта занимаешься. И кто сказал, ну, были которые, да, они ничем не занимались. Вечный правый летчик. А теперь все в ДСы, и берите теннисную ракетку, и давайте поиграем в пинг-понг. А если ты не умеешь в пинг-понг играть, худо-бедно, значит, у тебя нет координации. Реакция координации. Вот опять все-таки возвращается к реакции координации. И тут, куда не хочешь, да. Понятно, да. Еще скажу такое небольшое, да. В принципе, мне повезло служить, да, с хорошими командирами полков, которые именно к физической подготовке относились, ну, достаточно серьезно. Поэтому мы, при Павле Андреевича Васильеве весь полк играл в футбол. Летчики, кинотехников, первенство полка по футболу проводили. Михаил Александрович Астахин весь полк играл в волейбол. Потом Михаил Евгеньевич Комаров опять весь полк играл в футбол. В общем, заражали всех каким-то видом спорта. Егор, а вы каким видом спорта занимаетесь, чем-то или нет? Сейчас у нас ежедневно проводится спорт массы. Вот. Мы бегаем, подтягиваемся, в общем, физически развиваемся. Ну и, конечно, пара физической подготовки там нас готовит для сдачи каких-то норм. Вот. Пока возможности конкретно заниматься тем, чем хочешь, ну, нету, не успеваем. Понятно. Пока все внимание, обучение. И вот такой вопрос. Вы же, получается, и живете в училище, да? То есть вы полностью туда перележаете? Вот как прошло, прошло вот это первое время, наверное, самое тяжелое, когда вы из семьи отрываетесь. Какая там атмосфера для вас? Там, тоскуете вы, что-то там плохо где-то вам, или наоборот, вас хорошо приняли? Знаете, плохо не было. Вот. Ну, конечно, приехал в казарму. Тут много людей. На всех там два туалета, помещения. Вот. Привыкал месяц. Особой трудности не составляет. Ну, можно привыкнуть. Ну, вот. А сейчас казарма, это наш дом на ближайшие пять лет. Да. Мы ухаживаем за ней, нам машинки стиральные выдали. Есть возможность стираться. То есть никто ни в чем не ограничивает. Все отлично. Понятно. Ну, замечательно. А какая помощь вообще? На какую помощь курсант может рассчитывать? Какие-то, может, выплаты там есть или еще что-то? Потому что, действительно, вот молодой совсем человек уходит из дома, может быть, и без небольших навыков тогда. Никто там его не учил, как, чего и как. Ну, социальный курсант у нас защищен. Государство и президент уделяют большое внимание социальной защите военнослужащих. Вот до подписания контракта, до подписания контракта у него, то, что он находится на полном государственном обеспечении, плюс еще платит стипендию. Стипендии в привелах там 7, по-моему, 6 тысяч рублей. А когда подпишет контракт, у него уже становится на где-то в пределах 12-13 тысяч. Если он физическую подготовку еще сдает на отлично, 75% ему еще доплата. А если он еще сдает и учится на 4-5, вот как товарищ Закрученко у нас учится на 4-5, молодцом, ему еще 50% доплаты. Вот прикидывайте, сколько получается у него. Стимул какой, учиться хорошо. Пожалуйста. Он еще и родителям может помогать. И другое. Они полностью обеспечены в полном объеме формой одежды, питанием. Питание у них сейчас прекрасное. Прекрасное. А когда он переступит к полетам, конкретно на третьем курсе, усиленное питание. Это я, чтобы мамы не волновались, все это спрашиваю. Они даже, мне кажется, на мой взгляд, вот так вот я как-то это сам бывает, так в столовой, они даже того, что дают имя, особо-то когда летный норм, не съедают. Почему? Потому что каждый день яйцо, сыр, творог, масло, молоко. Я уж не говорю, шоколад, да. Первое, второе, третье и булочка. Это хорошо. Владислав, у вас какое блюдо любимое было уже практически в прошлом остается? Почему было? Я еще обучаюсь. Скорее всего, плов, наверное. Вот, плов, значит, тоже есть. А какой предмет ваш любимый? Аэродинамика. Аэродинамика, вооружение, конструкция в какой-то степени. Ну, я не могу сказать, что какие-то предметы прям любимые, просто я понимаю предметы, которые мне жизненно необходимы. То есть все спецдисциплины, в которые я должен не просто, ну, обучить их, выучить и получить там оценку в диплом. Я должен именно вникнуть и разбираться в этих дисциплинах, потому что от этого зависит не только моя жизнь, но и жизнь экипажа, а также и людей, которые находятся снизу. Да, вот какой серьезный курсант, практически выпускник. А еще, а какие предметы вообще, вот тоже, вот что преподается, с каким багажом знаний выходят курсанты из училища? Я сейчас не перечислю все. Ну, вот основные, да, нужно понимать, что. Какие знания преподаются? Мы все готовим, ну, курсанты у нас проходят обучение согласно ГОСТу, который действует на всей территории Российской Федерации. То есть он адаптирован к гражданскому ГОСТу. То есть за исключением дисциплины вузовского нашего компонента, то есть спецдисциплин. Ну, тактики, аэродинамики, там, конструкции, эксплуатации, аурео, а остальные, основной багаж. То есть это все гражданские дисциплины, которые в любом вузе, в принципе, проходят. Только немножко, может быть, количество часов у нас немножко с ними там не бьется. Ну, а, в принципе, ГОСТ мы выдерживаем, то есть образовательный стандарт. Петр Викторович, вы уже давно уже, наверное, в училище? Ну, да, я как выпустился. А вот какими достижениями, вот какие достижения у училища? Вот что можно сказать? Почему престижно, почетно даже, может быть, быть курсантом этого училища? Что за ним стоит? Какая история? Вы знаете, богатая, значит, история нашего училища. Вот 75 лет, значит, как мы отметили юбилей нашего училища. Вы знаете, из него, со стен его вышло, значит, больше 40 героев, значит, 40 героев, значит, Советского Союза и Российской Федерации. Вот, и, значит, его история, история настолько, она, значит, связана тесно со всей, с развитием, значит, вертолетной авиации в России. Почему? Правильно сказали. Да, она была единственным. И она и сейчас остается единственным. И престиж, престиж курсанта, закончивший такое известное училище. И, я так скажу, для курсанта закончить такое училище прекрасное, это на всю жизнь профессия. Она профессия не только профессия военная, она и гражданская профессия. Да, вот в этом-то и плюс. Да, в этом-то и плюс. Он, если, значит, завершил службу, это еще ни о чем не говорит. Вот завершил службу, допустим, там, в 50-летнем возрасте, к примеру, я говорю, там, 45-летнем, 50-летнем, пожалуйста, он востребован на гражданской авиации. Мы даем как раз диплом, позволяющий ему выполнять полеты и на гражданском поприще. Если он купил себе личный вертолет, пожалуйста, летай. У него есть пилотские эти свидетельства, что без проблем. То есть, вот это вот, считаю, что молодому человеку, который сейчас вот сидит, у экранов смотрит, я просто-напросто говорю, единственная уникальнейшая возможность, особенно нашего региона, ни о чем не надо думать, Сызранское училище о нем уже все подумало. Приезжайте, поступайте, и никогда вы не пожалеете. Молодой человек должен быть летчиком армейской авиации, я так скажу. Да, ну... Ну, и с другой стороны, какие достижения еще можно сказать? Вы посмотрите, пусть это отрицательный, да, такой момент. Очень короткий, буквально мало... Где бы у нас что ни случилось, там везде вертолетчики. А вертолетчики практически все выпускники Сызранского, высшего авиационного училища летчиков. Да. Ответственно и достойно. И я хочу предложить Владиславу, перед наступлением самого мужского такого праздника, поздравить вот того, кого хочется с этим днем. И что вот важно пожелать мужчинам, да и не только, наверное, мужчинам. Ну, прежде всего, я хочу поздравить с этим праздником всех вертолетчиков России, пожелать им крепкого летного здоровья, встречного ветра на взлете, попутного в полете, чтобы число взлетов их всегда равняло числу посадок. Ну, и отдельно хочу поздравить с 23 февраля своего отца, брата, и своего летчика-инструктора, капитана Семберкина Алексея Александровича. Да, ну и самое главное, как вот мы уже говорили не раз, наверное, здоровье, да, вот важно все-таки для, ну, для всех, но лучше для летчиков, вертолетчиков. Это главное. Тем более, вот я желаю вам и здоровья, и силы, и мужества, и востребованности, и достойных курсантов. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам сегодня. С наступающим праздником. Всех мужчин с наступающим праздником. С Днем Защитника Отечества, с Днем Советской Армии, Военно-Морского Флота. Ура, до свидания. До свидания, всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»!